В это ведерко мы наливаем воды для умывания. И руки умываться, и утром умываться, и руки мыть. А вот сюда приносим ванну с улицы, моемся, воду греем на газу, в ведрах. Вот наливаем сюда в тазик, вот у нас даже и ведро, вот и ведро, воды нам запасают. Вот нагреваем его, моемся, и вот этим ковшечком поливаемся. Помыться негде, туалет в огороде, там же колодец. Историю семьи Гусевых местные СМИ рассказали в апреле. Юрий Иванович родине служил с 44-го по 51-й год. Правда, он не участник боевых действий, и пенсию получает самую обычную, более чем скромную. Когда перестало хватать сил, чтобы принести воды в дом, пожилые люди забили тревогу. Услышав историю Гусевых, добрые люди откликнулись. Смотрите, какая у нас стала красота. Было же ведро, помойное выливали, а теперь у нас какая красота. Светлые крантики, водичка льется, теплая и холодная. Прелесть. Небольшую холодную комнатку в доме отеплили. Там установили ванну, туалет, стиральную машину. Теперь все удобства в одном месте, в шаговой доступности. Это самый хороший, самый хороший подарок. Под старость. Мыться будем дома. И туалет дома. Туалет дома. Водичка дома. Вода льется. Все хорошо. В преддверии Дня Победы с поздравлениями в гости к Юрию Ивановичу Зое Георгиевне приехал Станислав Ускресенский. Временно исполняющий обязанности главы региона откровенно признался о проблеме, узнал из прессы. И подобное недопустимо. А вот собирались помирать, а теперь будем жить и жить. Надо жить. До слез рады, как нам сделали, как хорошо. Долго ждали, но нет, но ждали. Слава Господу. Не, ну у нас, смотрите, это же вы нас, извините. Я, откровенно говоря, из газет узнал, что у вас такая проблема. И, конечно, ветераны войны должны жить достойно. Вы столько сделали для спасения страны, да, откровенно говоря, всего мира. К решению проблемы подошли всем миром. СМИ историю растиражировали, мэрия подключилась. А вот работы и траты на себя взял социально ответственный бизнес. Кто конкретно не сообщается. Хотя большого человеческого спасибо этот благотворитель бесспорно заслуживает.